Всем привет! Вы на канале Бурмейстерс. Бэггер – это самый крупный в мире роторный экскаватор, который имеет гигантское колесо с кучей ковшей. Но про экскаваторы мы не будем сейчас. А сейчас я расскажу вам об одном проекте, который был сделан несколько лет назад. А именно, это мотоцикл Yamaha XV1900 Stratoliner. В Европе и России он шел под названием Midnight Star 1900. Продолжение следует... Мото-клуб из ноябра. Адреска, North Division MC, решили сделать подарок одному из своих участников. А именно, переделать его мотоцикл в стиль Бэггер. Тем более, что мотоцикл побывал в ДТП, и его необходимо было восстанавливать. Владельца мотоцикла зовут Женя. Он доверился друзьям, и мотоцикл отправили в Питер для восстановления. Как бы для восстановления. По приезду мотоцикла в Питер, он попал в мастерскую и стал разбираться. Отдефектовали детали, примерно прикинули какой будет стиль, и выбрали на тот момент самую большую существующую покрышку 26 дюймов. Наши друзья по кастом-ремеслу. Мастерская Box 39 во главе с Владом помогла реализовать изготовление рисунка колеса. Дизайн выбрали многоспицевый. Также они помогли изготовить передние траверсы с правильным углом наклона вилки, которые мы методом испытаний определили наилучшую управляемость. Выхлопную систему изготовили полностью из нержавеющей стали, толстенными трубами, которые будут проходить под кофрами мотоцикла. Звук получился бешеный. После выхлопа приступили к изготовлению макета задних кофров. Они должны были подчеркнуть стиль мотоцикла, быть округлой формы. Также изготовили новое заднее крыло. Родной стоп-сигнал на крыле был разбит. Но он очень мне нравился своей формы, и поэтому заказали два таких стоп-сигнала и установили их. Также над фарой изготовили батвинг с небольшим ветровым стеклом. Вместо заднего амортизатора поставили пневматическую подвеску. И теперь мотоцикл может практически стелиться по земле. Остается только покрасить все в блестящий черный лак. На протяжении достаточно долгого времени постройки Женя спрашивал, «Как там мой мотоцикл? Почему так долго делается ремонт?» Но весь клуб стойко вмолчал. Никто не проговорился, что делают ему подарок и изменяют мотоцикл кардинально. Каждый год в Питере проходит выставка «Имис». И тот год не был исключением. Вся банда во главе с президентом клуба Асланом, собственно говоря, чья идея переделать мотоцикл и была, прилетела в Питер на выставку, в которой мы участвовали. Наш проект стоял у сцены, накрытый чехлом. Но размера чехла, несмотря на то, что это был самый большой чехол, не хватало, чтобы накрыть весь байк. И мне кажется, Женя уже догадывался, что что-то здесь нечисто. Ведущий подозвал зрителей к сцене. И тогда Женя понял, что все это сделано для него. Участники клуба разграйвили его с новообретенным мотоциклом. Кстати говоря, этот проект занял второе место в своем классе. Художник по пинстрайпу Дмитрий, который часто также участвует в мото-выставках, сделал оригинальный пинстрайп прямо во время прохождения выставки на этом мотоцикле. Вот такая вот история одного мото-клуба. И одновременно хороших друзей. Пишите в комментариях, случалось ли что-то подобное с вами. Не забудьте поставить лайк этому видео и подписаться на канал, если вы этого еще не сделали. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!